здравствуйте сегодня у нас особенный день сегодня день моего рождения и сегодня все видео я буду вас радовать своей лучезарной белоснежной улыбкой конце я расскажу вам почему ах да кстати и волосы мне тоже сегодня выглядят особенно прекрасно а почему так и об этом я вам расскажу прямо сейчас если вы смотрели мое предыдущее видео то вы конечно же уже в курсе того что я сейчас являюсь партнером интернет-магазина по продаже индийских товаров прошлой серии вы видели что мне прислали посылку со средствами по уходу за волосами сегодня я буду тестировать масло три чуб для роста и укрепления волос тем более у меня есть огромный повод завтра я хочу выглядеть особенно хорошо и мои волосы должны сиять и блестеть сейчас я вам прочитаю даже специально что обещает производитель масло питает и увлажняет кожу избавляет от перхоти укрепляет волосы дарит им объем устраняет сухость кожи головы насыщает витаминами волосы становятся блестящими и шелковистыми и еще очень важный момент снимает головную боль берем немножко масла и наносим наносить надо и на кожу головы и также по длине волос я наношу вот такими вот легкими массирующими движениями как бы вбиваю подушечками пальцев масло делая при этом легкий массаж очень важно не повредить волосяные луковички то вот так можете только навредить у кого есть ногти тоже естественно ногтями не прикасаться к коже массировать именно подушечками пальцев сильно много масла не надо что это будет сильно жирно вот еще немножечко добавляем растираем кстати в индии вообще культ массажа я была очень удивлена я дело в том что да когда родила артура первый год его жизни провела здесь харькове да как-то конечно грустно что целый год не папа не свекровь не видели внука но свекровь постоянно хлопотала за артуром через через мужа через парама она постоянно спрашивала делает ли наташа ему массаж чтобы она перед каждый день пусть она делает ему массаж это очень важно и кстати мне муж тоже делал раньше массаж когда я беременная была у не делал массаж ног вот но все с такой же головы разобрались теперь под под длине волос кстати в этом масле очень богатый состав вот вот это вот все перечень я не буду перечислять там очень многое выписывала себе в тетрадку потом чем устала выписать почитайте сами по запах запах очень приятный до этого я пользовалась только кокосовым маслом и кстати на на этом сайте моя индия вы тоже можете его заказать и стоит она очень дешево я видела у нас в магазинах продается кокосовое масло но он говорят что это подделки это я слышала от очень очень многих людей в основном все стараются покупать именно на таких вот индийских сайтах индийский сайт кстати я должна обратить внимание многие прошлом видео спрашивали это российский сайт нет это индийский сайт из деле вот то есть прямиком товары поступают к вам любую точку мира из деле так все я закончила достаточно теперь очень важный момент после того как нанесли масло надо обязательно волосы замотать махровым полотенцем да и оставляем примерно на два часа не меньше все я пошла продолжать смотреть видео но действительно у меня сегодня волосы гораздо более послушные плюс еще и блестят но конечно же судить результатах эксперимента еще очень рано кстати моя подруга наташа тоже регулярно делает все эти масочки пьет капсулы и о ее успехах я вам расскажу обязательно в следующих своих видео ну а теперь вернемся наконец-то к моему дню рождения всю первую половину сегодняшнего замечательного дня я решила провести вместе со своими родными специально на мой день рождения приехал брат из карменчуга и мы все вместе решили погулять по самым красивым местам города я очень рада что успела к открытию парка дело в том что он был закрыт на год был закрыт на реконструкцию изменился вообще капитально изменился представляете вот здесь где сейчас вот это вот озеро с каскадом с фонтанами раньше был глубокий рог вообще некрасивый рог ну правда я его использовала зимой приходили там кататься на санках а сейчас вообще просто невероятная красота тут еще плавают лебеди два черных лебедя но говорят что к ним лучше сильно и близко не подходить могут тяпнуть тяпнуть за руку помнишь нам дядя сказал не лезьте чем они клюва может тяпнуть просто просто как будто бы в каком-то раю очень много людей сегодня первое воскресенье после открытия парка все естественно собрались здесь честь сегодня не просто у нас воскресенье не просто мой день рождения еще и день выборов видно как все фотографируют любуются снимают видео посмотри сынок это сделали лабиринт из деревьев пойдем посмотрим пойдем очень оригинально отлично придумано вот видишь лабиринт один яблоко яблоко это просто вот такие вот деревья они высажены в форме лабиринтов по моему мы заблудились артур где выход ты видишь выход пожалуйста выведи меня отсюда сюда а ну-ка давай-давай-давай-давай-давай вези меня нашли нашли я поверну мама не попроси после реконструкции в парке поставили целую площадку для спортсменов тут кстати очень удобные тренажеры но нет нет не то что у нас матеране и здесь еще даже вот есть как бы инструкция где показано как именно выполнять упражнения потому что то чтобы нам поставили в матеране мы долго голову ломали как этим пользуются здесь все доступно и понятно кстати это сделали не просто так вообще здесь поставили эту площадку дело в том что в этом парке очень много по утрам бегунов люди занимаются спортом пожилые и молодые даже моя бабушка до 75 лет она каждое утро в шесть утра ходила в этот парк да конечно она бы была бы счастлива если бы она увидела что здесь появилась что тогда конечно такого не было им приходилось качать пресс где-то на каких-то ковриках турник там тоже был из дерева тут все тут сейчас я покажу так вообще настолько классно сделали что это не получается для ногастых и для рукастых и через пару лет вырастут кстати позади меня находится метеорологическая станция сынок посмотри вот здесь именно здесь определяют погоду на день грядущий или даже на неделю вперед или даже на месяц можно и не за это были чем красивые по лимитады как она вас то хвост Там колодец, вон еще какие-то интересные изделия постройки, колодец, какие-то домики, смотри, как накурит ножка, избушка накурит ножка. Я уже показывала парк Гурько, но реально этот парк можно показывать, наверное, в 10 серии не уложишься, потому что здесь очень много парк разделен на несколько секторов, разные вообще, ретро парк, французский парк. Сейчас мы находимся в парке каких-то, я не знаю, диких, типа Дикого Запада, я не знаю, точно название. А ну пойдем посмотрим, а ну где Курьи ножки, там нет, просто домик на деревьях. Круто. Ой, я так хочу. Артур, Артур, помаши ручкой. Там вот машет Олег вместе с Артуром. В кабинке можно только двум, поэтому я, если честно, мне самой немножко страшновато, поэтому ребенка я с Олегом, с братом, а сама с мамой едем. Едем и трясемся, честно говоря, да, раньше, раньше почему-то я была намного смелее. Зато отсюда открываются прекрасные виды, я вот стою и у меня ноги трусятся. Да, виды, конечно, шикарные, особенно если не смотреть вниз. Еще туда. Еще туда. Туда сейчас посмотрим. Вот весь парк на ладони. Да, дверь тут не сильно надежно закрывается, можно, если, допустим, да, там молодежь балуется. Мама, не трогай. Как-то вот, да, с годами инстинкт самозахранения обостряется. А у меня особенно после рождения ребенка. Ну вот единственное, что сейчас думаешь о том, как выходить отсюда, они же не останавливаются, это все надо на ходу. Заскакивать, выскакивать на ходу. Я в детстве тоже боялась именно этих моментов. О, смотрите, да, пообрубали верхушки деревьев, видно, цеплялись уже. О, высота какая. Мамочки. С утра вот решили развлечься на канатной дороге. Мы на канатной дороге решили перебраться с одного парка в другой, с парка Горького на Шатиловку. Очень классный такой тут источник, сейчас увидите. И очень удобно. В детстве мы так часто гуляли, но, оказывается, в детстве я была гораздо смелее. Сейчас мне, ну реально, вот я сейчас рассказываю, у меня как будто бы голос дрожит от страха. А когда встаю, так у меня коленки трусятся. Наверное, на камере будет это, на видео будет заметно. Не такое стало. Ну скажи, понравилось тебе? Угу. А? А, понравилось. Ты не кричал? Нет. Точно? Точно. Вообще не капризничал? Нет. Олег, он правду говорит? Моя умничка, молодец. А мама поначалу пугалась. А я забыла с Олегом. С Олегом не страшно? Нет. Он же знает как. Вот мы пришли в парк, называется Сажиньяр. И сейчас я показываю конструкцию. В будущем это будет велодорожка. А они там покупаться. Покупаться это не для купания. Это, кстати, очень классное развлечение. Вот в этом озере водятся рыбы, форель. И можно взять напрокат удочку и наловить эту рыбу. Ну, естественно, за определенную плату. Да какой купаться, Артур? Нет. Нет. Вон рыбы, смотри. Вот рыба прямо аж кишат. Не, ну ты же можешь попасть сюда, сынок. А вон дохлая рыба. Почему ты доедешь? Умерла бы. Ну, мы, кстати, тоже планируем с Артуром пойти на рыбалку, только на бесплатную. Да? Взяли удочку. Дедушка нашел удочку. И пойдет скоро Артур ловить рыбу с дедом. Да, сынок? Да. А с тобой? И со мной. А сегодня у нас по плану нет рыбалки. Идем смотреть дальше, что там еще интересного. Я на солнышке лежу. Давай. Артур. И ушами шевелю. Артур увидел, что здесь люди раздетые лежат, загорают. И выпросил у меня побегать босичком. То есть он уже себя ощутил здесь, как на речке. Ну, на речке ж мы все время босиком, и он представил, что это река, да, сынок? Да. Холодная вода? А вот эта? Холодная? Хорошая? Холодная? А водки она свободная. Конечно, эта вода бьет из-под земли, поэтому температура все время холодная. Смотрим, вот здесь именно набирают воду, чистую воду. Это именно источник. Некрасиво сделано, да? Пойдем. Очень вкусная вода. Ты наелся, Артур? Вкусная вода. Наелся? Не наелся. Ну, хорошо. А вот это вот купель. Здесь на крещение люди принимают крещение. И сейчас, вот как видите, жарким летом тоже здесь купаются, освежаются. Вот мы спросили, температура воды 7 градусов. Ну, естественно, постоянно. И зимой, и летом здесь она все время сохраняется. Холодная. Что-то желающих нет здесь освежиться. Мне кажется, что у каждого уважающего себя харьковчанина есть где-нибудь в Инстаграм или в каких-то еще соцсетях фотография на фоне вот этих вот часов. Очень красивое место тоже. У меня теперь будет видео на фоне этих часов. Ладно, уже пора идти домой. Вернее, не домой, а часть вторая празднования дня рождения. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо вам всем большое. С днем рождения! Так, сейчас сейчас посмотрим, будем рассматривать подарки. Я думаю, всем интересно. Ой, класс. Класс, очень супер. Я очень довольна. Вообще, посмотрите, Тиффани. Мне серебро радированное, которое не темнеет. Мне очень нравится. Супер. Не, на средний палец? Налево, а на правую тем более. Классно. Я, ну, я правда, спасибо. Очень довольна. Слава тебе. Мешочек можно забрать. С двести улька. Они с таким магнитиком. Сейчас мы еще посмотрим. Я думаю, всем... Ну, серьги я потом уже дома надену, потому что мне долго раскручивать. Вот, сейчас посмотрим, что Анушка. Да, кольцо я, наверное, сейчас и... Все, подошло по размеру, оторвали бирочку. Так, вот, Анушенька мне подарила солнечные очки. Круглые, защитные. Как сейчас модно? Отлично. Красиво. Очень красиво. Тебе твое, знаешь, именно. Еще и посиняя, синие цвета, она еще сейчас... Ну, и еще цветочки красивые. Да, еще цветочки. Еще вот, это, протирать. Да, и что я хочу уже, раз уже речь зашла о подарках, сейчас же я раскрою вам секрет. Почему у меня, и почему я сегодня целый день так, кширо, улыбаюсь? Потому что мне мама подарила на день рождения эту красивую улыбку бесподобную. Вы видите, какие у меня красивые ровные зубки? Особенно верхние. Нижние как бы такими и остались. Секрет в том, что я сделала художественную реконструкцию зубов. Оказывается, есть такой, существует такой способ. Потому что брекеты ставить, ну, честно говоря, дорого. В чем тут подвох? Что эти реконструкции, а может со временем отпасть. Что она стоит? Стоит, ну, это потом. Если кому надо, я отвечу в комментариях. Вот. Или вам потом я скажу. Не на камеру. Вот. И что, хотела сказать, что, ну, чему, мне сказали, дали гарантию примерно три года. Как это проносится, не знаю. Если кто-то из вас, мне просто очень интересно, я, честно говоря, переживаю об этом. Потому что три года это нормально, три месяца меня не устроит. Ну, интересно, кто-то из вас сделал подобную реконструкцию? Сколько у вас продержалось? Я не делаю, я не подъю. Бронный подарок. Ой, что же, сейчас посмотрим. Это как раз мне пригодится. А потом расскажу, для чего. Мой твой, мой угод. Все остальное тебе подарила Таня. Какая, Таня. Хорошая, переживала на лучшие пожелания. Ничего себе, лаки, да? Ну, там и лаки, и стембринг, и баса, и плот. Вот это да. Я просто не хочу об этом зрителям. Это потом я расскажу. Следующая серия. Ну, наверное, уже, если вы догадались, напишите. Вау. Я тоже не видел, и затем бы и поела. А, Маши? Маши. Сдом рождения! Артур, куда ты собрался идти? Куда? В Нерал поедешь? Да. А что ты хочешь купить? Тортик. Тортик для мамы? Да, для мамы. Деньги у папы взял? Да. Ну, давай, на чем ты поедешь? На Борисе. Ну, давай, возвращайся быстрее, а то я уже хочу кушать торт. Вау! Купил, Артур! Какой большой! Ничего себе! Это что? Тортик. Тортик для мамы? Спасибо, мой родной! Спасибо, мой любимый! Спасибо! Что там написано? Happy birthday! Happy birthday! One minute! Улыбайся, Купи! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ну, и на этой прекрасной ноте я уже буду с вами прощаться. Всех люблю, целую, до свидания, до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok